На 2015 год запланировано переселение более 3000 человек по программе сноса ветхого и аварийного жилья. И это далеко не единственный способ улучшить жилищные условия с помощью государственной поддержки. В конце 2013 года глава Чувашии поставила задачу увеличить строительство жилья эконом-класса, которое было бы доступно широким слоям населения. При этом снижение себестоимости должно достигаться не за счет качества. Строители отреагировали адекватно. Сегодня жилье эконом-класса составляет 46% всех вводимых в республике квадратных метров. Благодаря этому Чувашии до сих пор удерживает лидерские позиции в жилищном строительстве. И главное, выполняет все социальные обязательства, взятые властями. Прекрасный вид. Далеко-далеко. Природой любоваться будете на кухне, как сядете. 315 миллионов рублей было выделено в прошлом году на строительство жилья для детей-сирот. Из них 298 миллионов – средства республиканского бюджета. Целевое финансовое вливание и жесткий контроль за использованием средств привели к тому, что новоселье исправили 447 молодых людей, оставшихся в свое время без поддержки родителей, без крыши над головой. Я квартиру тоже ждала, где-то уже 3-4 года, но я тоже ждала. Жила в Канаше, живу до сих пор там же, квартиру снимаем. Можно заработки ездить в Москву. Сейчас до Нового года сюда приедем жить. Практически полностью в Чувашии выполнена задача, поставленная президентом страны – обеспечить отдельным комфортным жильем всех ветеранов Великой Отечественной. За пять лет удалось построить новые квартиры для 5,5 тысяч участников войны. Кроме граждан, из льготных списков на государственную поддержку могут рассчитывать и молодые специалисты, и многодетные семьи. К примеру, в 2014 году на эти цели выделено около полумиллиарда рублей. Всего же к настоящему времени более трех тысяч молодых семей и молодых учителей получают из республиканского бюджета возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам в размере 4%. Задача на ближайшие годы – увеличить количество жилья эконом-класса до 56%. Для этого сформирован резерв земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, из которых будут выделяться участки под комплексное строительство жилья со стоимостью 1 квадратного метра на 20% ниже среднерыночной.